Учебно-практический центр «Цветущая планета» представляет видеожурнал «Сады в отличной форме». Здравствуйте! Наш сегодняшний выпуск мы хотим посвятить сирене. Но не просто посвятить этой теме, а целый выпуск посвятить 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, который был очарован этой культурой, очень любил ее. И, как нам кажется, наша сегодняшняя программа вполне будет созвучна этой теме, теме его юбилея, который очень широко отмечается в этом году в нашей стране. И вот сад, в котором мы сегодня поговорим о сирене, в полной мере отражает вот эту вот и художественность, и архитектурность, и большую любовь к растениям, и мастерство, которое связано у хозяйки этого сада, преподавателя «Цветущей планеты» Елены Кондрашовой, связано с любовью к этой культуре, к растениям, к красоте. В общем, я с большим удовольствием приглашаю вас в ее сад. Давайте насладимся этой красотой. Ну что ж, я опять приветствую вас у себя в саду. Наступила чудесная пора, время цветения сирени. И мой сад наполнился благоухающими ароматами, наполнился цветом. И я вас, собственно говоря, приглашаю на прогулку по моему саду. Это часть сада. У меня довольно старый сад, он был заложен 20 лет назад. И та часть сада, которая была вокруг дома, когда-то этот сад назывался, вернее, часть сада цветник, он назывался бабушкин цветник. Здесь собирались растения, которые были характерны для русских усадеб, для каких-то подмосковных дач, для домов сельских. Это сирени, шиповники, здесь очень много флоксов было, обязательно чубушники. Это была такая вот пестрая картина вот такого вот непрерывного цветения. Собственно говоря, так и хотелось сделать его таким. Но время шло, сад рос, росли мои растения, менялся сад, менялась я. И в какой-то момент я поняла, что мое сердце, оно безвозвратно отдано сирене. И я жду весь год эти две недели в году, когда она распускается. И мое сердце, и я вся сама наполняюсь необыкновенным счастьем. Кстати, ученые доказали, что аромат сирени вырабатывает гормоны счастья. Вот. Поэтому мои сирени выросли. И я решила, что вот этот фрагмент сада я отдам моей любимице. Это будет такой сад любования сиренью. В цветнике появились новые кусты сирени. В цветнике, в этом саду появились лавочки, для того, чтобы в момент распускания сирени можно было сидеть и наслаждаться видом цветущих кустов, вдыхать их аромат. Но сад, собственно говоря, вернее, вот скажем так, этот фрагмент сада, он сейчас немножечко в процессе формирования. Какие-то кусты уже очень большие, которые еще были заложены изначально в бабушкином цветнике. А какие-то кусты еще маленькие. Они только подрастают. Но, конечно, сирень прекрасна. Но это две недели. Три недели. Я говорю о сирене обыкновенной. Но хотелось бы, чтобы сад продолжал быть декоративным и после. Именно поэтому в саду есть как бы такой скелет, который составляют туи, как вертикальные акценты. Есть шаровидные туи, которые внизу держат композицию. Все это позволяет саду быть декоративным и в зимнее время. Это когда уже опадают листва, когда уже все срезаны какие-то многолетники. Вот эти хвойные растения, они держат конструкцию сада. И туя с ее компактной корневой системой абсолютно не мешает ни кустам, ни многолетникам. Они прекрасно между собой сочетаются. Поэтому были включены хвойные. Обязательно много кустов. Это и шиповники, это и чубушники. То есть сирень отсветет, начнется другая волна. То есть эта часть сада покроется белой пеной от чубушников. Их здесь немало. Их просто сейчас не видно за красотой сирени. А потом, когда сирень уже будет таким статистом зеленым, с прекрасной листвой, все замечательно. Но на их фоне будут распускаться другие цветы. Какие-то фрагменты отданы. Вот вы видите, здесь есть гортензия древовидная аннабель, которая зацветется со второй половины лета. Она повторяется по всему маршруту прогулки. И служит таким ритмом в этом цветнике. Ее белые шапки будут очень украшать все. Ну а сейчас, собственно говоря, я подобрала к сирене те растения, которые цветут именно одновременно с ней. Я считаю, что вот такая вот дружба сирени, удачное сочетание сирени и лука Афлатунского. Посмотрите, массив лука, который расселается под сиренями цветущими, он ей как бы подпевает. И они... Но, конечно, это не два и не три лука должен быть. Массив, потому что сирень – большой куст. И для того, чтобы находиться в таком равновесии, необходимо, чтобы лука было много. Или, допустим, виола рогатая, которая использована тоже в теле цветника, мы посмотрим в другом месте, там ее больше. И увидите, как прекрасно массив вот такого двулетника замечательно совершенно работает с сиренью. Как я сказала, сад закладывался давно. И поэтому здесь присутствуют взрослые растения. Вот эта чудесная яблоня роялити, огромная, она вторит цветению сирени. И после цветения это пятно яркое, оно остается. Для того, чтобы немножечко разбавить такое вот большое и яркое пятно листвы яблони роялити, была посажена ива серебристая, которая немножечко гасит ее, и в то же время как бы женит ее с цветущими сиренями. Здесь много вот этого сиренево-фиолетового цвета, белая сирень. Вот, все, вот эта посадка вот этого серебристого дерева помогает композицию по цветовой колористике как бы соединить, поженить ее. Эта весна была непростая для моего сада. Поздние заморозки, причем температура ночи опускалась до минус девяти. И некоторые кусты в каких-то определенных частях сада получили большой стресс. До того сильный, что, например, вот эта чудесная сирень, Людвиг Шпет, замечательная, которая в прошлом году вся была усыпана темными, насыщенными, такими плотными свечами соцветий. В этом году все цветочные почки были повреждены. И сейчас мы имеем возможность увидеть, собственно говоря, куст сирени в том виде, в каком сирене у меня находится в саду все остальное летнее время. То есть цветов нет. Но мне хотелось бы показать вам именно для того, чтобы вы поняли, что композиционно сирень прекрасно вписывается, если подобрать ей правильных партнеров. Здесь использована туя глобоза, которая декоративна, как вы понимаете, в любое время. И задником, фоном для этого куста сирени служит барбарис оттавский с пурпурной окраской листа и дерен белоокаймленный. По-моему, элегантиссимо. Это было так давно посажено, что я уже, честно говоря, даже и не помню, какой конкретный сорт был. То есть композиция цельная, законченная. В середине лета на дальнем плане поднимутся флоксы, но это большие роли уже не играет, это будет всего лишь цветовое пятно. Главное, что формы, они поддерживают друг друга и очень приятно находиться здесь в любое время абсолютно. Ну что ж, от одной законченной композиции, сдержанной и лаконичной, мы перейдем к совершенно другой композиции, лиричной. Это сорт Колесникова «Мечта». Посмотрите, какая она изумительная. Все эти переливы цвета, обильное цветение. К сожалению, кисти не такие большие, какими бы они должны быть, но так она среагировала на понижение температуры. А теперь обратите внимание, с чем я ее использовала. Куст абсолютно самодостаточный сам по себе, потому что он великолепен. Вот. Компаньоны к ней. Я взяла сосну горную. Арка, сформированная из можжевельника скального. Но она не до конца сформирована, процесс еще идет. И я подсадила ирисы. Ирис бородатый. Это очень красивое растение, я его очень люблю. Но, правда, его сложно использовать в цветниках, потому что в партнерстве с другими многолетниками ирис страдает от того, что не прогревается его корневище. Он начинает болеть. Поэтому в какой-то момент я собрала в свои ирисы всю свою коллекцию, которую я собирала. Я собрала, в общем-то, в пару мест, где постаралась им обеспечить те условия произрастания, которые им необходимы. То есть рядом с ними на переднем плане низкая-низкая герань гибридная. Вот. И здесь эта солнечная сторона. Ничего не будет мешать ирису набираться сил для следующего цветения. Ну, а сейчас он формирует, собственно говоря, свои цветоносы. Вот. Обратите внимание на игру цвета, зеленого цвета. То есть у сосны горной это такой более травянистый цвет. Почти голубая листва у ирисов. И переходом служат листва сирени. Потому что она такая тоже немножечко с голубоватым оттенком, вот, холодный, зеленый, зеленый, изумрудный. Все это, когда отсветет вся эта композиция, все это будет держать ее на вот этих вот полутонах. Ну, опять же, формы. Здесь добавлена карликовая туя, вот, которая поддерживает определенный ритм. Поэтому и добавлены луки. Ну, луки для того, чтобы, как партнер во время цветения сирени. Как вы поняли, они мне очень нравятся. И нравится это сочетание. Эта арка ведет в плодовый сад. Если мы взглядом проследуем через нее, то открывается вид на старые стволы яблонь. Они были посажены в самом начале закладки этого сада более 20 лет назад. Яблонь изумительно цвела в этом году. А кто был в моем саду, тот знает. По сути дела, это визитная карточка моего сада, которая сформировалась уже несколько лет назад. Это розовая лавочка с совершенно чудесным кустом сирени. Он, правда, сейчас уже отцветает. Потому что это сирень гиацинтоцветная, которая в наших садах зацветает одной из самых первых. Но куст все равно до сих пор совершенно прекрасен. Когда-то, много лет назад, когда я принесла в свой сад этот небольшой саженец, собственно говоря, я взяла его совершенно случайно. Я охотилась за сортами какими-то определенными. Мне нравятся не махровые сорта. А этот мне просто сказали, возьми. Такой смешной сорт. У него соцветия похожи на кухонные ершики. Ну, ладно, махровые, подумала, я возьму. Я совершенно не понимала, какую жемчужину я принесла в свой сад. Кусту много лет. Более 15. Вы видите, какого он роста? У него крона компактная, невысокая. Конечно, весной я обрезаю свои сирени, стараюсь формировать кусты. Но этот куст даже без обрезки растет вот таким, имеет габитус такого компактного, очень плотного куста. И каждый год он радует меня своим обильным цветением. Ну, а соцветия у него действительно ершики. Такие смешные кухонные ершики. Замечательный совершенно сорт Royal Purple селекции Скиннера. А к нему была в этом году добавлена, я посадила массив под можжевельник. Можжевельник тоже давно уже сидит. Но я решила, так сказать, подыграть своему любимцу. И поэтому массивом посажена виола рогатая. Посмотрите, как это замечательно смотрится. Но это, конечно, ни два, ни три куста. Здесь, наверное, порядка 40 кустов, кустика, то есть саженцев, которые по своей массе, да, стараются уравновесить вот эту массу цвета, которая возвышается над ними. Ну, а после того, как сиренят цветет, собственно говоря, виола останется. Там есть другие растения. Поднимутся розы, там будет свистеть крохотный мантода и эрмин, чубушник. Вот, потом поднимутся белые флоксы. Композиция будет красива. Но, конечно, пик ее декоративности именно сейчас. Тогда, когда цветет совершенно замечательный сорт сирень Royal Apple. Вы знаете, я все-таки хотела сказать два слова о такой специфичной весне этого года. вот, она была разная в разных садах. В Москве стабильно выше на 5 градусов, и поэтому московские сады, слава богу, ботанический сад, сиреневый сад на Щелковском шоссе, они не пострадали. Там изумительные цветут сирени, показывают себя во всей красе. А мой сад, где температура опускалась до минус 9, среагировал, вот, пострадал, вот, скажем так. Это сорт Индия Колесникова. Изумительный по красоте. Видите, какая она насыщенная, пряная. Цвет сохранился. Но размер соцветий, он меньше. Она должна быть более крупной. Мы сейчас посмотрим еще один сорт, который пострадал еще больше. У Индии просто соцветия меньше, но они хотя бы есть, они сохранились. А вот у сорта другого, сорт Веджвуд Блю, чудесный голубой сорт, изумительный по красоте. Он сидит на более открытом месте. Здесь еще процесс формирования сада не совсем закончен. И вот посмотрите, как он пострадал. То есть, видимо, та часть, которая была открыта, возможно, холодному вот этому морозному ветру. Вы видите, пострадали даже молодые приросты. Вот так выглядят соцветия. Вот побитые морозом. Я специально не стала срезать. Конечно же, когда мы будем убирать оставшиеся соцветия, мы все это уберем. И в этом году я не большая поклонница подкормок каких-то усиленных для сирени. Но в этом году я обязательно подкормлю иммунофосфатом калия и, возможно, гуминовые какие-то подкормки сделаю. С этой стороны, которая ближе к дому, куст не очень пострадал. Уже нет таких поврежденных побегов. А вот открытая часть его пострадала. Смотрите, какой изумительный цвет. Чудесный совершенно. Настоящая голубая сирень. Сорт Веджвуд Блю. Рядом с сортом Веджвуд Блю сидит сорт Галины Улановой. Изумительный по своей красоте. И посмотрите, что с ним сделала эта весна. То есть часть соцветий она даже не смогла распуститься. Они закрыты. Такова реакция на заморозки. Поздние. Ну, ничего. Я их подкормлю. И все будет замечательно. Будем надеяться, что в следующем году она покажет себя во всем великолепии. Ну, что ж, мы подошли к самому старому кусту сирени в моем саду. Это белая сирень. Вы видите, она нежно обнимает ту, которая была посажена одновременно с ней, к ней в пару. Сорт, к сожалению, неизвестен мне. Я его купила как сиренец Колесникова. Правда, нет, не знаю. Но сирень замечательная. И белая сирень, ее в садах должно быть много. А специалисты, знатоки сирени считают, что до 50% именно белой сирени должно присутствовать в садах людей, влюбленных в сирень. В ботанических коллекциях, потому что именно белая сирень оттеняет красоту всех остальных сортов, всех остальных групп цветовых. У меня очень сдержанная композиция. Вы видите, сирень белая, а на фоне задним планом стоит рябина ария, рябина мучнистая. И вот это серебряное дерево и белая сирень, мне кажется, что это сочетание очень изысканно. Рядом стоит серая кормушка для птиц. Мы любим птиц. У меня много кормушек в саду. Но в данном случае она возникла как такая малая архитектурная форма, по сути дела. И как некое цветовое пятно, которое сочетается с дальним планом, с листвой рябины арии. Ну и поскольку мы говорим о белой сирене, в этом году невозможно не сказать о 150-летии Сергея Рахманинова со дня его рождения. Этот великий русский композитор любил сирень. И с веткой белой сирени есть одна из самых романтичных и таинственных историй. Дело в том, что молодой однажды после концерта Сергей Рахманинов обнаружил у себя на крышке рояля, он обнаружил ветку белой сирени. И с тех пор, после каждого выступления, он получал в дар ветку белой сирени. Все было окутано тайной, потому что даритель никак себя не проявлял. И только через несколько лет стало известно, что это была учительница Фекла Руссо, которая была страстной поклонницей таланта Сергея Рахманинова. Известно, что великий композитор очень любил сирень. В его имении были заросли сирени. И когда он покинул родину в эмиграции, он пытался вырастить сирень. Она ему очень нравилась. Но у него что-то там не складывалось. И уже после смерти композитора, в 1958 году, молодой и очень талантливый пианист Ван Клиберн, он получил в дар от московских студентов саженец белой сирени, для того, чтобы он мог высадить его на могиле композитора. И он это сделал. Ну вот, куст был посажен на могиле Сергея Рахманинова. Поэтому после смерти такая трогательная память. И я думаю, что вы все знаете, ну или не знаете, но Сергей Рахманинус написал совершенно замечательный романс. Сирень – удивительная музыка, очень волнующая. И вот эти звуки, когда ты их слышишь, даже в самый-самый морозный день, создаёт вот это ощущение ветерка, который колышет листву сирени. Ты вспоминаешь вот эти запахи. Удивительная музыка. И совершенно замечательные стихи Бекетовой, которые послушайте. Он замечательный. А утром на заре, по расистой траве, я пойду свежим утром дышать. И в души с моей арте, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать. В жизни счастье одно не найти суждено, и то счастье в сирене живет. И то счастье в сирене живет на зеленых литьях, на душевых кистях, море обедное счастье цветет. Ну что ж, мы говорили о том, что это весной, какие-то сирени пострадали от заморозков, пострадали и другие растения. В этой композиции включена бузина канадская, сформированная зонтиком, ауре. И она, к сожалению, частично обмерзла, поэтому сейчас она только-только восстанавливается и только-только набирает сил. А это сирень Индия, о которой я вам уже говорила в другой части сада. Но вот здесь более защищенное, теплое место рядом с домом и часть соцветий. Вы видите, какие они большие, какие они роскошные, изумительные по своей красоте. Вот этот куст был прикрыт, видимо, от морозов и соцветий не пострадали. Здесь тоже есть кормушка для птиц. Мы их подкармливаем. В этом году совершенно удивительная вещь произошла. У меня в саду поселились две пары снегирей. И они прилетают, до сих пор прилетают в кормушку. Поэтому я даже успела их сфотографировать. Это какое-то странное такое сочетание цветущей сирени и снегирей. Вы знаете, за сиренью надо ухаживать. Вы видите этот куст? Он очень старый. Но благодаря тому, что весной проводится обрезка этого куста, он в очень хорошем и ухоженном состоянии. И это, кстати, один из кустов, над которым поработали студенты наши «Цветущие планеты». Спасибо им большое. Они приезжают каждый год в мой сад. И мы вместе ухаживаем за этим замечательным кустарником. Они дарят ему тепло своих сердец и умение своих рук. Так что спасибо студентам. И всем рекомендую, ухаживайте за своими сиренями. Они обязательно отплатят вам роскошное цветение. Вот как это и будет. Ну что ж, и как всегда в конце программы я хочу выразить благодарность Елене за ее гостеприимство, сказать спасибо ее очень красивому и интересному саду. и вам сказать спасибо за ваше внимание, за ваши отклики, за обратную связь, которую мы от вас получаем. Нам очень важно знать ваше мнение о наших программах, о тех садах и о людях, которые их создают и которые ухаживают за ними. А для тех, кто интересуется нашими учебными программами, мы подготовили небольшой сюжет, который продолжает знакомить вас с программами «Цветущие планеты» для Москвы и регионов. Итак, мы продолжаем знакомить вас с основными разделами нашей учебной программы «Сад для себя» или «Садовник-дизайнер». Посмотрите, у меня в руках домашние задания наших слушателей и сегодня речь пойдет о занятиях по проектированию и дизайну цветников. Я хочу сказать, что это один из самых любимых, ярких и творческих разделов нашей программы. И на самом деле таких занятий нет ни в одном другом учебном центре или в УЗе. Они состоят из теоретических аудиторных занятий, домашних заданий и консультаций. И все эти занятия проводит ландшафтный дизайнер-практик и преподаватель «Цветущей планеты» Вероника Коптева, которая уже более 15 лет с успехом создает сады и цветники на объектах своих заказчиков и с удовольствием делится со слушателями своими знаниями и практическим опытом. Ее работы можно посмотреть в разделе «Сады преподавателей» на нашем сайте, а также в 87-м и 96-м номерах нашего видеожурнала «Сады в отличной форме» на YouTube-канале «Цветущая планета». Итак, на этих занятиях наши слушатели учатся определять роль и место цветника в ландшафте и в структуре сада, они знакомятся с основными типами и стилями цветников, учатся работать со структурой цветника, с фоном, с пропорциями и колористикой. Кроме этого, довольно много времени удивляется на занятиях работе с ассортиментом, с нормами посадки растений в цветниках, анализу длительной декоративности, а также развитию цветника и грамотному уходу за ним. На конкретных примерах разбираются удачные и неудачные примеры цветников и ошибки, которые возникают при их проектировании, при создании и при работе с ними. Большинство наших слушателей с удовольствием выполняют домашние задания по проектированию и дизайну цветников. Надо сказать, что это очень интересная, полезная и творческая работа. В качестве таких домашних заданий слушателям предлагается продумать и разработать несколько вариантов различных цветников с учетом реальных особенностей места и существующих в саду ограничений. Стоит сказать, что по дизайну цветников написано несколько хороших книг, которые являются отличными помощниками для слушателей во время их работы над домашними заданиями. Все домашние задания проверяются преподавателем и затем разбираются на групповых и индивидуальных консультациях. И таким образом у каждого из них есть возможность подробно обсудить, понять и исправить свои ошибки. И в итоге слушатели вполне могут применять свои новые знания на практике при работе над своими дизайн-проектами. Стоит сказать, что все занятия и консультации всегда проходят очень живо, информативно и полезно в доброжелательной и творческой атмосфере. И в заключении мы хотим пригласить вас на наши занятия и в поездки по частным садам преподавателей и выпускников Цветущей планеты. И конечно в большинстве из этих садов есть и цветники. И вы сможете увидеть их разнообразие, дизайн и качество и оценить идеи дизайнеров и профессиональную работу садовников. На самом деле присоединиться к нашим поездкам несложно. Вам нужно заполнить заявку на сайте или просто позвонить нам по телефону. Все контакты есть на сайте Цветущей планеты, а мы всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok